Поехали! Брат, здравствуй! Спасибо, поздравления с праздником! Арсен Кострома, привет садоводам! Колесников, с праздником! Тоже тебе это спасибо! Я тронулся поздравлением! Благодатное место, Хакасия! Другое дело, что много причин, почему здесь не только не разбилось садоводства, а разбилось, а потом и умерло! Так, всем здорова и удачи, Николай! Кузнецов, Казахстанская, приветствую всех! Извините, описка Юрия Кострома, Ричихина, всем добрый вечер! Бухтияров всегда на месте, из Казахстана! Мезинов, здравствуй! Вот, Колесников, письмо Ивана! А, это, видимо, что я сказал, что письмо про пользу и не пользу китайского ремонтника! Так, ладно, Борис Соловьев, всем добра света! Олег Мезинов, не судите строго, но я против высадки в горшки бутылки, так как всё последние годы, таких условий не будет! А любое дерево адаптируется к врачу среди с первых дней жизни! Гражданин Мезинов, Олег Олегович, кто против? Если вы против, ради бога! А вот, я не раз пытался сказать, ну давайте сразу высадить, ну почему горшок? И там горшка же опять, это мучится, лишняя работа, лишний стресс! Но не у всех так получается! А знаете, всадить горшки, создают как бы условия для, чтобы возвратные заморозки не убили, чтобы мыши не обедели, вот, потому что горшки, вы помните, тот самый, два-три, кто из вас, я сейчас не вспомню, два-три вебинара назад, мне прислали фотографию, человек, который и так проблем был, он искал себя, средний вариант, на земле опасно, а он горшки, да еще на столе, пусть растут, то есть уже под солнцем, уже под этим самым, под нормальным весенним ветром, там, климатом, температура, но все-таки не в землю, опасно, и он это все выращивал в, прямо на столе, то есть находил средний вариант, это у меня с хорошей жизнью он делал, ну что поделать, такая жизнь, такая жизнь, Мирослава, добрый вечер, Вадим, добрый вечер, вот, смотрите, сейчас еще кто-то будет писать, а дело в том, что мы только насилием, тут и закончим, сейчас, я гляну, мне тут интересно, одна фамилия, Дело в чем, сейчас я объясню, получается так, когда-то начинали мы, фамилии я не запоминаю, но некоторые примелькиваются же, правильно, просто примелькиваются, И получается так, что здесь были совсем другие люди, вот, наверное, за 5 лет, это примерно 5 календарных лет, даже больше, ну, где-то 5-6 лет, кто-то и пропускал, кто-то нет, вот, отучились несколько тысяч человек, вот, Вот, это наша гордость, это наша гвардия, это будущее садоводства, в принципе, больше им тут делать нечего, почему? Хотя я рассказываю много занятного, рассказываю русским простым языком, рассказываю, как истории, видите, как, вот, многим это нравится, Ну, и дети же было, и 5 назад, и 3 года назад, и когда-то большинство сказало, все, я все знаю, вот, часть людей ушло, потому что у них изменились обстоятельства, вот, Вот, не хочу намекать, приводить примеры, но они уже страшные, эти примеры, мой этот самый, сын, лежит в Денинграде с проникающим ранением, ну, и так далее, вы же понимаете, Вот, не до садоводства сейчас, и тогда получается, что нам делать? Ну, с повторами, ну, кто-то позже увидит, 300-400 человек, это сегодня наш потенциал, когда-то, может быть, будет, задним числом будет, все больше, 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 Но, я понимаю, так, что большинство, наша гвардия уже сюда не заходит, и ее тут уже нету, так, а молодежи нету, вот, нету, 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 и, возможно, уже никогда не будет, вот, возможно, не будет, спас положение, знаете, кто, Павел Троценко, я вам очень благодарен, Конечно, мы больше заслуживаем, чем продать полторы тысячи книг, да, вот, но создать книгу, которая является энциклопедией, это вот это же все, о чем мы говорили, отсюда выпарить всю воду, вот, и сделать фактически справочник, эта книга не имеет в себе равных на всей планете, вообще, оценить этого некому, просто некому. Вот, получается, что я продолжаю, продолжаю, из каждого моего вот такого вебинара, обязательно, что-то обязательно останется, вот, когда-то, кто-то создал следующую книгу, может быть, Павел, ну, если бы он хоть мог зарабатывать на этом, вот, мы продаем книги-то, сейчас по чайной ложке, вот, он бы, может, еще бы следующую книгу создал, еще бы создал, Ну, если бы хотя бы 10 тысяч человек могло почитать, ну, где деньги взять, ведь, надо бы, это, хотя она пользует моих книг больше, чем от всех институтов, университетов, академии, если взяток, но это мы с вами знаем, они-то не знают, вот, они так и живут в этом мире. Министру сельского хозяйства передали, не в руки, но передали в его это самое, в его администрацию, вот эту последнюю книгу. А значит, человек, который я взял, повертел, он не пошел к этому, к министру сельского хозяйства, если бы он пришел, сказал, вы знаете, это все, это вот сейчас, эту книгу издаем, и у людей будут настоящие дачи, настоящие сады, не отравлены. Давайте издаем, я прочитал, это вот, это чудо, а в администрации она не подбирается так, по другим принципам, там нет человек, который бы оценил эту книгу. И все, вот, Мирослава, привет, Зыбина, вот, мы с вами как подружились? У вас высшее образование, но вы поверили железу, ну и что, одна на тысячу, на миллион. Вот, ласточка не делает весну. Значит, я сейчас, чтобы не заканчивать на такой грустной ноте, я сейчас вам, а может, это тоже поможет, но, если я, помните, я обещал, что уголок здоровья будет в каждой передаче, но я все время забывал, казалось, есть вещи важнее. Ну, давайте попробуем так. Сейчас я вам расскажу свое видение, у меня таких много, я все проходил через себя, пропускал все, 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 все эти технологии, поэтому сейчас то, что нам преподносит, медицина, это, и главное, никто не заставляет их, это самое, не запрещает всю эту сволочь, все это пропагандировать нам, все, что не имеет отношения к медицине. Нормальная медицина, это здоровый образ жизни, это прежде всего, согласны? Вот, а то пища отравлена, вода отравлена, вот, заводы, фабрики отравлена, и вот получается, что я тут решил так, ну, поделюсь несколько минут, выберу одну тему, у меня их много, я могу каждый раз преподносить, чтобы, может быть, даже заманивать вас сюда, ну, например, тема раздельного питания. Я имею право говорить, да, не худой, вон морда еле в охрану лазит, видите? Вот, но это не значит, что я что-то не понимаю, я всю жизнь на собой мучился, мучился, тренировался. Ну, давайте тема раздельного питания. Можете отключаться, а можете дослушать, несколько минут, вам даже не спасут от моего этого опыта. Смотрите, итак, раздельное питание. Впервые я о нем услышал, прочитав, смеяться не смейтесь, я услышал об этом из книги, которая называлась «Воспоминания о Ленине», вот, о вожде мировой революции. И вот этот вожь мировой революции был ребенком, и, якобы, мама заставляла их семью кушать так, на первый суп, 15-20 минут перерыв, тогда, значит, второе, 15-20 минут перерыв, дальше и шел десерт. Вот, это, оказывается, известно было в 19 веке, то есть, ничего нового современные диетологи не придумали. Одно время появилась мода на раздельное питание, и люди начали тут же поправлять здоровье и худеть. Но при этом объясняется следующая вещь, это я рассказываю вам свою интерпретацию, как это выглядит, интерпретация. Итак, существует два вида поглощения пищи. Первое – раздельное поглощение, при этом организма, есть варианты на все случаи жизни, это значит, что съели первое, похлебали, так же, как Ленин, будучи серебенком, через некоторое время второе, что при этом происходит, максимальное количество, максимальная концентрация желудочной кислоты, которая переваривает гвозди, и тогда происходит наиболее полная усвояемость, усвояемость, и все казалось бы хорошо. Черняктория может другую пищу съесть, сначала белки или как там, потом углеводы, потом жары, как угодно, лишь бы бросить. И тогда это все нормально, и люди вдруг, ой, да это ж так здорово. И вдруг в какой-то момент они начинают чувствовать дискомфорт. А почему они не знают? Этого не знают и диетологи, потому что у диетологов понятие простое. Вот это вот, 100 грамм этого дает столько килокалорий, а вот этого столько. И вот нельзя сочетать жиры с этим, а у человека дискомфорт, и он долго не может выдержать на диете. Это уже практически диета. Вот. Почему? Этого они не знают, я вам объясняю почему. При этом происходит, пища полностью переваривается, все казалось бы прекрасно, кроме одного, в кровь не поступает алкалоиды. Вот. Не, не те алкалоиды, что на полках магазинов стоят и травят нас. Речь идет о натуральных алкалоидах, которые производят желудочно-кишечный тракт. Тогда мы берем следующий момент. Значит, что такое беспорядочное питание? А все, сразу холебаешь, в течение нескольких минут, все первое, второе, третье, жиры, белки, углеводы, все это там перемешивается, и тогда получается, часть пищи не переваривается, а бродит. Начинается процесс брожения в желудке. Процесс брожения. Вот. Именно процесс брожения превращает желудочно-кишечный тракт в самогонный аппарат. Выделяется АЦ2, АЦ5, АЦ. В школе проходили? Нет. Катиловый спирт. Вот что выделяется. Это значит, придает нам где-то бодрости, вот, чувство сытости и прочее. Именно он, именно Ц2, АЦ5, который теперь в вашей крови на законном основании. Для этого надо жрать все подряд. Извините, я уже такое выражение. Именно поэтому проваливаются все попытки раздельного питания, которые делает человека стройным, делает человека худым, казалось бы, на короткое время. Потом его достигает ломка. Его достигает потому, что ломка, объяснена, только от той бутылки, которая называется горькая, вот, в народе, а еще и от того, что производится в залуче в кишечном тракте. Вот, и получается, что раздельное питание, оно не панацея, потому, что выдержать ее все долго не может, не может, не может. вот, и тогда он становится обычным обжором, поел, отвалился, диван, а дальше сколько анекдотов, особенно мужчин касается. Вот. Ну и женщин тоже. Килограмм конфет заменяет бутылку две, результаты не на тось. Вот. Можно и на конфетах заработать столько этих самых калорий, а заодно. А так, почему я не верю всем диетологам, они паразитируют на нас, объясняют. Разделив все на жиры, белки, углеводы, разделив каждый продукт по килокалориям, они не понимают одно, что человек может съесть и остаться худым, другой столько же съест будет полный, потому что у него пища не эта самая, лучше осваивается, а у того чернобык, больше сейчас идет на выброс, дух одинаковый всех не посуществует, а много, большой роль играет, сколько в крови этих самых гормонов, гормонов соусобой, сколько в крови находятся миллилитров алкоголя, это этим все дальнейшее поведение и это потом опять наелся, ой, опять толстый, ой, опять, опять, вот, потому что зависимость от злости кишечного тракта, который является этим самым не просто тем, что переводят в пищевое тепло, вот, обязательно в тепло, в энергию, вот, и питание клеток, поэтому все, что придумали диетологи с умным видом, или вы человека держите на диете, то есть полуголодный, и он действительно ему становится лучше, но однажды он вас пошлет, вот все, что я хотел сказать про именно вот этот раздел мой, извините, как мог, так и рассказал, давайте посмотрим, не было ли еще писем, так, Дмитрий, подскажите, дюк размножается косточкой или привиркой, если привирка, то на что, ой, какой вопрос, интересный, я люблю такие вопросы, потому что дюк, настоящий дюк, он, дюки бывают такие, как у меня, вегетативные, это отдельный разговор, но когда, вы наверняка, Дмитрий, подразумеваете дюк, который существует в виде десятков, уже официальных, в виде десятков официальных названий гибридных сортов, вишня-черешня, так вот, вы их можете размножать косточкой, вот у вас дюк, это прекрасная, крупная, вкусная вишня, как правило, черешня нет, если все-таки он черешню пошел, это все-таки черешня, вот, а крупная отборная вишня, у нее есть гены черешни, они придают и крупность, в какой-то степени придают и вкус, то есть, вишня, она же кислятина, а здесь смотришь, ешь горстями, я такую ел, и вот, и тогда получается, почему бы косточку не размножить, если она уже у вас есть, но косточка начнет расползаться по своим качествам, есть такое научное слово, да, расщепление свойств, вот, вот вы взяли, а, кстати, а, кстати, вся эта наука не отменила, это, законы Менделя не отменила, давайте будем, не будем далеко уходить от науки, хотя Мичелин сказал, что все это, извините за уважение херня, все законы Менделя, вот, а что они дальше гороха не идут, это уже другой вопрос, ну, вы взяли, вот он перед вами, косточки, вы 10 штук простили, и вдруг, каким-то чудом, они все 10 дошли до поотношения, ну, по теории Менделя вы должны уже знать, но тут вы не угадаете, кто, кто этот, доминирует, а кто пассивным является, кто начальник, кто подчиненный, ну, допустим, лишняя ночь, это, тогда получается три к одному, давайте возьмем, тогда, четыре, прошло, и дошло до поотношений, и вы вдруг, вы видите, на трех вишня, а на четвертой, черешня, вот, ну, не будем далеко уходить от науки, ну, чтобы меня не послали в очередной раз, куда-нибудь далеко, три к одному, три вишни, чеслятина, а на четвертой, черешня, если вы у меня купите косточки, допустим, под названием, я, все, я же хохох, я же ухранец, наполовину, допустим, я считаю, что, надо косточки мои купить, а на них вы получите жменьку, а на них написано, значит, вишня, сибирская штамба с генами черешни, а я же ничего не привлечил, в одном случае, вишня жуковская с генами черешни, та дикая, но с генами черешни, она уже достаточно крупная, а вишня жуковская с генами черешни, это еще крупнее, шансов еще больше, вот, значит, а, ну, придется вырастить, ну, даже не четыре штуки, ведь кто сказал, что все четыре, идет, слушайте дальше, вот, что получается, я ведь не собираюсь вам это самое, заливать, итак, три к одному, четыре, а если сорок, десять, кислых, ой, тридцать кислых, то есть, я его на десять умножу, то есть, уже не четыре, а сорок, из них тридцать кислых, вишневых, и десять вкусных черешневых, стоит огород городить, и вот тут, это, раз по морде, а, почему, это опасный путь, для, ну, скажем, для моего друга, который 200 км, северный, красноярский, да потому, что у него, возьмут, и берут, и черешневый замерзнут, а вишневой нет, и тут, вспомним про Менделя, что толку, что три к одному, что толку, что доминирует, вот, когда доминирует вишня, у него будет вишневый сад, с довольно приличными плодами, а про черешню, пусть забудет, а если они уехали вон, где мой друг Олег Медзин, где там, вот он, Олег Медзин, который пишет, не среди сроков, а если, он, эти же самые, ну, допустим, допустим, эти же самые, вишневые косточки мои купят, да, ну, наверное, у него есть не хуже уже, он не новичок, ну, допустим, скажет, а еще жалючки хочу, мол, по соседям все вишневые сады гибнут, уже даже, и те выживут, пусть их будет три к одному, то есть, три раза больше, чем черешневые, ну, и черешневые выживут, а вот, которые рядом, братскими инститетами, именно люпина, где, когда черешневые занимаются, им до моих черешневых, как до неба, а если даже не до моих, это бодро черешневых, а я его, как бы этот самый, скромный, последователь, вот что, вот там, в Брянской области, им цены нет, и в Липецкой нет, и в Москве нет, и везде есть, потому что это, потомки, этих же самых, уже, назовем, сибирских лодов, вот, но мы пока говорили только, а, моя любимая тема, а если, пойдет в это, другого родителя, а если 30 черешневых, и 10 вишневых, а? Ну, суть на кости взяла, вырвался, довел закрушение в 40, почему нет нормального соотношения? Все, царь, ты уже черешневый король, по всей России, потому что то, что было в книге написано, этих авторов, из Брянского института, земля, землячка ваша, Олег Олегович, Брянский институт, этот, уму непостижимо, взять дерево, написать, значит и делать, 5-8 веток в одном ярусе, отрезаем, оставляем 3, вот такие зияющие равны, и это на фотографии, а если этого не делать, то у вас все, и 40-30, пусть пойдет, в это, вишни, вишня доминирует, но и 40, даже 10 черешневых, это уже победа, а если 30, вот, ну а дальше, что еще, существует визит, альтернативные гибриды, вот, у меня же они не просто стали, вот такими крупными, а это после, прививок, а это куда интереснее, потому что, когда я рассказывал, какие чудеса, уже есть, несколько садов, вот, я так долго отвечал, на ваш вопрос, а вот такой вопрос, мне он так нравится, вот, что будет с дюком, значит, размножать прививкой, да, надежно, вот, другое дело, на кого привить, а вы написали, есть, если прививка, то на что, только на вишню, вариантов нет, прививать на черешню, это извращение, она сама, или это, в таких местах, ну ладно, он дождь, так, выбор, при пересадке абрикоса, невольно, повреждаются корень, случится с близким, вытого года, скорее плюс, но я какой-то не плюс, Александр, это срочная гибель, вот и все, допустим, не погибнет, пройдет время, опять, это самое, восстановить, какой-то из корней, боковых, развернется, пойдет вертикально вниз, и все равно, нахлебается водой, так что, никакой это не плюс, это срочная гибель, Александр Лецких, теплица, помогает получить, двухмесячный саженец, в том числе, персика, для высадки в мае, и адаптация к световому, и температура, уже происходит лучше, не, я ничего против теплицы, не имею, теплица, она продляет жизнь, я имею ввиду, продляет, вегетативный период, поэтому я только за, двумя руками, так, Олег Мезинов, пишет, так, смотрим, что пишет контора, так, Выбор, Александр, все люки, заказаны, и привитые, наверное, вишни, а, наверное, дюки, да, все дюки, заказаны, привитые, на вишню, имеют чисто-черешний вид, и скелет плыдов, правда, еще не видел, ооо, если бы вы знали, как я, поздравился в свое время, только один пример, черешни были от Боднера, настоящий лист, вот такой вот, не меньше, ошибок нет, привил, продал, своему же, с Красного Хутора, вот, все были черешнего листья, на следующий год, из этих, 5-3, стал лишнего, на следующий год, может, погодите, еще, это еще не конец, расплодов не видели, подождем, так, абрикосы поднимаются, штук 30, спасибо, кого лучше пересаживать, когда, как лучше готовить бугорок, першки, край, 56 градусов, значит, короче, значит, когда лучше пересаживать, подождите, по крайней мере, до осени, а осенью, есть два варианта, если не втерпевш, то осень, если втерпевш, то подождать, когда их не трогаешь, они лучше переносят зиму, а у вас 56 градусов, тогда лучше весной, но к весне, надо быть готовым, то есть, чем раньше весной, там каждый день дорог, весной, так, першки, край, или камш, вы откуда, этого не вопрос, не ко мне, я понимаю, мезин, растет у меня сережня, без обрезки, урожай, без скромности, сумасшедшая, на все обносит сквозь, все оставляя, коверы в костик, я говорю, коллегович, давайте поплачем все, дорогую жилетку, у меня тоже самое, вот, тоже самое, ничего не могу поделать, сейчас, вот, жду, когда дозреет, этот самый, шелковица, и, шелковица, я на все семинаре, если не забуду, покажу шелковицу, у этого, Алексейка, Алексей Иванович, вот, он живет, в Челябинской области, увидите, вот, как его спасают, вот, я забыл спросить его, как спасаешься, этот, а, 20, птиц, мне не дают ничего, я начал, шелковица, шелковица, железа, железа, смотрят, как они живут, и это, и ничего не оставляют, вот, я вам, пожалуйста, как вы спасаете, урожая, те же схватцов, вот, Олег, Олег, не смог, у него черешная, он еще и тут, в первых, в рядах, молодец, так, Чернушка, Юг, Александр Иванович, все, наверное, мы с вами худо-бедно, но этот февинар закончили, вот, такие дела, братья, сейчас покажу вам, шелковицу, Василия Ивановича, из Челябинской области, вот, может, надо бы еще поговорить, про муравьев, я уже боюсь, так обидно было, что, то, что, видите, на экране, обыкновенные обыватели, ни хрена не понимают, пожалели муравьев, но запретили ему дерево, вот, давайте, вот, как защитим дерево от муравьев, это уже не ненависть, на глупость, вот, это на всю страну, но как изменить-то, я не понимаю, что творится, все, друзья, будем заканчивать, не забывайте, что надо, нам выживать, мне и Юля, куча детей, а для нас это, что, для нас это значит, что, мы, продаем укосочки, черенки, книги, вот, диски учебные, осенью, может быть, Юля вам продаст, ну, эти самые, найдется же кто-то, неужели трудно, полсотни выписать, по дешевке, вот, такие, москвичи всегда смеются, над этими деньгами, вот, я помню, это сравнение, даже не с москвой, с Костяковым, одна женщина сравнила, говорит, ну, это, в этом, в ресторане, каждый вечер больше оставляют, каждый вечер, чем вот, кто-то купил у меня, там, тысячу этих же, там, косоченьки, или сотню, черенку, вот так, друзья, мы что, будем заканчивать, будем заканчивать, все, отключаюсь, не смешиваюсь, не смешиваюсь, таким, образом, будет, удачи,